Приветствую вас, дамы и господа, на проекте RMRP на сервере Рублевка. И сегодня будет очень интересный видосик, потому что прямо сейчас вам нужно будет найти, где я нахожусь. Где-то вот здесь нахожусь именно я. Попробуйте меня найти. 100% вы не сможете меня найти, где я нахожусь. Прямо 100%. Ну, ладненько, я нахожусь вот здесь. Привет, привет, дамы и господа. Сегодня будет очень интересный видос, потому что сегодня, ребята, я открою крутые кейсы. Но кроме крутых кейсов, я не знаю, поймете вы из названия или превьюшек или нет, я открою 10 кейсов премиум, а это будет интересно, потому что там довольно-таки крутые призы, посмотрим, что нам выпадет. Ну а также, ребята, в сегодняшнем ролике я вам покажу, что тут новенького появилось, ну а также, да-да-да-да-да, мы все ждем, когда появится снег, когда появится новогоднее настроение, потому что снега пока что нету. Ну, ребята, сегодня, вы не поверите, я наконец-то вступил, ну не сегодня, конечно, я вступил в ЧОП-синдикат, это частно-охранное предприятие, в котором нужно будет, ну не только, конечно, творить какую-то ересь, но я хотел бы попробовать ограбить квартиру. Да, ребята, я решил попробовать ограбить квартиру, не знаю, как у меня выйдет, потому что полиция тут работает просто замечательно, ну а также, ребята, перед ночам ролика хочу, ребят, вас всех-всех-всех-всех, ребята, у кого есть GTA 5 в эпике, либо в стиме, то есть лицензионный GTA 5, у кого есть, заходите играть на проект RMRP, очень круто, классная карта, классно вообще есть, можно проводить время, довольно-таки много народу играет, даже, я бы сказал, очень много народу играет, и довольно-таки интересный проект, абсолютно бесплатно, можете зайти поиграть, а также, ребята, введя мой промокод. Ну, можете, можете QR-код просто сканировать, который вы видите на экране, ну, либо там, если вы там в Яндекс.Браузере, там просто тыкнуть, скачивайте, играйте вместе со мной, я, если что, нахожусь на рублевке, а также, кто найдет меня в игре, пожмет мне руку, ну, может быть, не просто пожмет руку, просто у меня найдет в игре, там, ну, хотя бы заорет Альберт, я не буду переодеваться специально, я вам передам 100 тысяч, прямо на руке, ну, а также промокод обязательно мой, вводите, там получите 30 тысяч, и кейс БМВ. Ну что, смотрите, кстати, я тут много чего уже позанимался, много чем интересным, я даже снимал недавно шот по поводу того, что я открыл там кейсы Хэллоуин, кстати, хэллоуинские кейсы, оказывается, что это прям самые уникальные кейсы были, и, кстати, довольно-таки много денег я из них вытащил. Ну, а не бывает, я так понял, только на Хэллоуин, я так чисто эксклюзивный видосик сделал. Так вот, смотри, я тебе покажу, что у меня там в телефоне много чего появилось, проектор МРП, мне там кучу машин наводовали специально для видосиков, чтобы я делал классные, крутые видео, поэтому спасибо огромной администрации. Смотрите, заходим в вызов авто, у меня тут и бумерок, кстати, я его покрасил специально в красный цвет, у меня тут, смотри, у меня есть гелик ракеты, я могу сделать обзорчик на нее, почему нет, я ее не тюнинговал, только там цвет буквально поменял, и все. Также электрогелик, крутая тачка, вообще просто с ума может сойти, насколько крутая тачка, я на ней уже покатался, понавалил, там людей сбивал, в общем, также, что еще, ну, не настоящих людей, если что, это игра компьютерная. Так вот, MB, гелик, вездеход, это тот самый гелик, который я выбил из кейса, и также из кейса я выбил себе из кейса, который вот этот, кстати, вы не поверите, сейчас тоже чего расскажу, кейс, гарантированный автомобиль, я выбил вот эту Mercedes, а это Mercedes 123, довольно-таки старинный и довольно-таки классный. Так вот, что мы еще с тобой сделаем, смотри, я сейчас быстренько тебе покажу, то есть смотри внимательно, спускаемся вниз, и я тебе покажу вот это. Ладно, все, кейс с гарантированной тачкой V5, в общем, ты понял, 5, то есть у нас будет 10 гарантированных тачек, с ума сойти. Так, я буду, мне кажется, сам автомобильный блогер на РМРП. Так вот, смотри, заходим в боевый пропуск, по идее говорят, что боевый пропуск уже заканчивается, осталось буквально 5 дней, там какие-то акции, там что-то там, x2 доната, x2 там всего опыта и так далее, это довольно-таки классно. Так вот, что мы с тобой делаем дальше? Мы сейчас пойдем к самому интересному. Смотри, ну можно вступить в чоп-синдикат, находится он на карте, довольно-таки вот здесь, кстати, карта теперь умеет приближаться. Раньше я вот так просто перемещал, теперь можно вот так сделать. В общем, по карте находится вот здесь чоп-синдикат, но сначала вы обязательно проходите сюжетную линию, когда зайдете, она очень крутая, она там с озвучкой, вообще все очень даже круто. Так вот, первый раз иду на грабительство, то есть мне сказали купить маску, одеть красную кофту, сказали еще покрасить машину в красный цвет. Вот там у меня, это мой дружбан, он тут принимает на работу, ну конечно не он будет принимать на работу, ну в общем. Так, ну что, заходим, идем сюда, тут у нас гардеробная, в этой гардеробной можно переодеться. Также, тут есть разные дискорд-сервера, кстати, а тут комьюнити очень классная, довольно-таки прикольная. В общем, что здесь, здесь мы начинаем рабочий день, здесь мы завершаем, начинаем, здесь можно спокойно переодеться. Но в принципе, мне кажется, я одет достойно, не буду ничего менять, потому что вдруг меня потом не увидят, и подписчики не смогут найти. На-на, на-на, подожди, 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 подожди. Кока, Кока-Коля, да е-мое, подожди. Эй, что за беспредел? Это еще Ку-Ку-Ку-Ла. О! Все, побежали. Так, не знаю, кто это будет оплачивать, но я побежал. Так, ну что, бежим сюда, не знаю, на какой тачке поехать, на ограбление. Наверное, скорее всего, нужно взять, конечно, именно ту, которую нужно, потому что, ну, красный цвет, е-мое, чоп-синдикат. Кстати, тут есть еще здание, есть, тут можно крафтить, можно заниматься много чем интересным. Можно крафтить оружку, то есть для игры, там, бронежилеты, множество, много чего интересного. Также, смотри, заходим в инвентарь, у меня есть гитара, кстати, на ней можно играть. Это очень круто. И давай, смотри, используем бронежилет, на всякий случай, оденем, потому что, мало ли, что может произойти в ограблении все-таки. Ну, а также, смотри, если ты вдруг вступишь, я тебе покажу, то есть вот здесь, то есть ты на карте, смотри, на карте есть вот такие интересные штуки. На карте есть вот такие посылочки. В этих посылках может находиться как деньги, так и предметы для крафта. После того, как ты собираешь предметы для крафта, подходишь сюда, и у тебя появляются детали, которые ты собираешь, и ты крафтишь то, что тебе нужно. Сейчас, на данный момент, мне нужны отмычки. Я их уже накрафтил, поэтому больше мне ничего из этого не нужно. Так, все, двери закрываем, побежали. Так, ну что, я, в принципе, готов. Отмычки есть, все есть. Можем, в принципе, заводиться и газовать. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вот это, кстати, да, я его потюниговал. Теперь он у меня там вообще люто валит. Кстати, я исправил шины. Я, оказывается, одел шины для дрифта, поэтому они очень сильно дрифтили. Так вот, смотри. А, блин, давай, наверное, сразу кейсы, потому что, ну, наша серия у нас не была тысячелетняя. Я, наверное, быстро буду еще ехать. Будем открывать кейсы. Посмотрим, что нам выпадет. Будем кейс премиум открывать. В общем, открываем. Давай посмотрим. Да, конечно, жалко, что нельзя пропускать именно вот эту. То есть, знаешь, типа, может быть, покрутить, типа, в инвентаре, либо хочешь... Вот, знаешь, вот какая крутая фишка была бы. Смотри, крутить кейс в инвентаре или крутить на глазах у публики. Это было бы довольно-таки классное обновление. Так, 90 тысяч. Довольно-таки неплохо. Кстати, да, вот реально вот это было бы круто. То есть, добавить. Серьезно. Прям добавляем. Крутить в инвентаре. То есть, когда нажимаешь открыт кейс, там тебе приседает в инвентаре. Ой-ой-ой-ой. Какой депоэслик? Я поехал. У меня дела. 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 Полиция. Полиция, ну ладно, если что, я в маске Ей, грит Так, ладно, уходим от полиции Давай к нам лучше на территорию зайдем Мне кажется, полиция на территорию не сунется Так, давай так аккуратненько Мы спрячемся, фары выключим Если что, я попробую спрятаться вот здесь Так вот Полиция здесь, я говорил Она тут всегда на страже, поэтому, ребята, я говорю Заходите играть, очень клево Так, ну что, давай теперь, что у нас там кейс Давай еще один откроем Поехали, открываем И все, смотри, пока у нас там крутится кейс Да, в инвентаре, либо так Кстати, да, там написали еще обновление в телеграм-канале Они написали, что скоро Карту расширят Это нереально будет круто, потому что если будет огромная карта Будет круто Так вот, пока там кейс открывается, я тебе показываю Смотри, когда ты вступаешь в ЧОП-синдикат Ну, блин, я так думал, что гелик получу 200 тысяч, обалдеть Я думал, что гелик все-таки получу Так, ладно, открываем сразу следующий Так вот, смотри, когда ты вступаешь в ЧОП-синдикат У тебя появляется вот такая возможность Даркнет То есть у тебя появляется вот такая ссылка Ты нажимаешь на нее И тут есть разные задания Я не знаю, некоторые задания использовать можно Некоторым нельзя То есть тут есть у каждого ранги, стажи, возможности Поэтому не всем это доступно О, я донат получил О, 350 рублей, прикинь, получил донат Круто Так вот, из того, что мне доступно Это кража авто И кража, насколько я знаю, кража авто И ограбление квартир Остальное, я не знаю, доступно мне или нет То есть, опять же, если вдруг кто-то будет смотреть видео Из ЧОП-синдиката, именно с Рублевки То привет вам передаю Я у вас тут нахожусь И, в общем, смотри Ограбление квартиры Ну да, ограбление тачки тоже прикольно Но смотри, для того, чтобы грабить машину Ну ладно, давай Давай, может быть, мы сегодня Я не знаю, кстати, насколько Ой, там что-то тулево какое-то Слушай, там какое-то тулево Ладно, давай начнем с ограбления квартиры А потом посмотрим по пути Если будет какая-нибудь тачка Мы еще и тачку ограбим Кстати, для тачки Также нужны будут отмычки Ё-моё, что там за тулево происходит Так, смотри Заходим в Даркнет Нажимаем ограбление квартиры Нажимаем начать грабеж То есть, тебе нужны будут отмычки Как только у тебя появляются отмычки Нажимаешь грабеж И тебе показано Смотри, на карте Появляется, ну, GPS Куда тебе ехать, чтобы ограбить квартиру Также, давай, наверное, может по пути Если будут, я тебе покажу Как собирать предметы Ё-моё, там какое-то тулево какое-то лютое Может, я все-таки поеду Может, у меня там все-таки дела есть А, все, вроде как уехал Ё-моё, полицейские тут довольно-таки опасные Так вот, давай поедем Смотри, едем по пути Ох ты ж, ездишь Ты ездишь И уехал И уехал А ДПС вызвать? Серьезно, взял и уехал? Ладно Мы не будем тратить время на таких людей Потому что у нас есть что Ну, может быть, я, может, невнимательный Хотя, ну, он на встречке был Смотри, ищем Я не знаю, может, сюда на машине заезжать или нет Где-то здесь Так, это, видимо, скорее всего, школа Едем куда-то сюда Так, аккуратненько, там полиция И где-то вот здесь, в подворотнях Я не знаю обычно, в каких местах То есть, они каждый раз в разных местах Груз забираем, вот говорят Так, я забираю То есть, забираю вот предметы Смотри, предметы 3700, кстати, получили Еще предметы И еще предметы То есть, мы так бегом собираем И мы получаем как раз Те самые Смотри, мы получаем А, ничего себе То есть, я получил как раз предметы для крафта Я получил себе еще бронежилет Видимо, аптечка И какие-то патроны Прикольно Так, ну что Мы бандиты На данный момент в этой игре В этом виртуальном мире И едем на ограбление На ненастоящее То есть, в реальной жизни Такое делать нельзя Слушай, я не знаю Все-таки, наверное, очень палевно Да, то, что я нахожусь на красной машине Так, поэтому Мне кажется, полиция Определенно будет Шмана тех Кто будет находиться В красной машине Есть О, вот это я люблю Вот это самое классное Мне кажется, место На карте вообще Так Это мое любимое место Это мое место Так, ел Тихо, аккуратно О, нифига Там учили Чего, закись азота Подожди, а у меня же тоже Закись азота есть Слушай, а у меня тоже есть Закись азота Только я надо будет заправить На заправке Кстати, стоит это Дорогое удовольствие Закись азота Поэтому Не забуду ли А что это так? Так можно было? А что так можно было? А что так можно было? Объезжать цветопоры Не осуждаю Блин, это же реальная жизнь То есть так не надо На красные цветопоры Потому что можно врезаться И могут Как бы произойти Какая-то неприятная ситуация Так вот, подъезжаем Тут довольно-таки круто Все выглядит Есть тут костерчик Можно погреться Но зимы пока что нет Что тут? А, я могу посидеть Так вот Вот он подъезд Заходим Так, и у нас написано Что? Ограбление квартиры Я не знаю Есть ли хозяева дома Вот это, кстати, реально Страшно Но давай начнем То есть мы используем отмычку Слева у нас в видео появилась кнопка Используем отмычку для того, чтобы ограбить квартиру Кстати, тут такое может быть Что квартира на охране И полиция приедет сразу То есть ты типа можешь ограбить квартиру Какого-нибудь, ну, влиятельного человека И если ты ограбишь квартиру влиятельного человека Есть шанс того, что полиция приедет сразу А может быть она в любой момент, кстати, приезжает Но я когда пробовал Без записи Ко мне полиция приехала через секунду Поэтому я не знаю Либо так совпало Так, ну что Грабим А, дверь взломана Нещите вещи А, вынесите вещи в машину И получаете вознаграждение Ну, давай Ох ты ж, е-мое Вот это дизайник Ой-е Подожди Так, не туда я вышел Так, мы заходим в дом И тут у нас есть вот такие красные ешки То есть мы подходим по этим ешкам И забираем предметы Например, микроволновка Почему нет? Хватаем микроволновку Кстати, будьте аккуратнее Прыгать нельзя Потому что можем микроволновку разбить Так, ну все Несем микроволновку Насколько я знаю На данный момент Все предметы Стоят по 3000 Кстати, это довольно-таки много денег То есть это прям огромный заработок Можно, конечно, нести Да, конечно, не в реальной жизни Это такое в реальной жизни Конечно, но осуждаем полностью Но Оп Прямо на крышу поставил Хорошо Прямо поставил на крышу Все, забегаем обратно Я не знаю Вызвали ли уже полицию или нет И есть шанс того Что сейчас придет Прикинь, хозяин квартиры А я тут такой В масочке сижу Так И тут всего два предмета Да, бывает намного больше предметов Но я так понял Зависит все От Я не знаю, от чего зависит То есть Ну, бывает Знаешь, бывает много предметов Я встречал квартиру В которой было Семь предметов И Вот это Мне кажется Квартира Это Самая маленькая Из всех Которые я Пытался Ограбить Ну, пытался Там 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 Ну, конечно, на крышу Так Пока что Довольно-таки тихо Ёму Что там Ты видишь что там? Че там? А, нет Это кусты просто Слушай, ну, пока что тихо кстати да сказали что когда расширится карта будет возможность приобрести себе жилье то есть будет новые дома новые квартиры и может быть наконец-то я себе смогу купить квартиру либо же дом не знаю на что хватит было бы конечно круто так также я хотел еще купить себе лисян для того чтобы посмотреть как он здесь выглядит как он тут ездит и попробуйте тоже потюнговать но это тоже потом посмотрим так ну что сдаем все все квартиру ограбили по идее больше там ничего нету да все смотри положили еще предмет то есть заработали довольно таки много заработать получается мы с тобой 9000 рублей после этого кого после того как мы ограбили у нас появляется следующая точка и так мы ездим по квартирам пока квартира доступна так еще я знаю то что вы тут есть одно интересное место это место рыбалки и в этом месте рыбалки обычно накладывают очень много разных автомобилей и насколько я знаю если тут безопасность а вот вы покинули безопасную зону вот она есть машинка одна так и так как это одна машинка я кое-что интересное придумал смотри подходим нажимаем на ешечку транспорт взлом машины и сейчас я еще покажу как мы будем грабить кстати да пока грабим о блин взлом сорвался серьезно просто у меня тут еще кейс есть поэтому я так быстренько открываю и взломал так взлом машин поехали кейс крутится взломаем им сейчас я тебе покажу куда вести эту машину пойти это где-то здесь рядом так ему мне круто в области хотя мне кажется мы очень сильно привлекаем внимание кейсом и я сколько получил 10000 так ну что практически взломали и сейчас после того как мы взломаем мы поедем отвозить тачку так ну что довольно-таки долго кстати взломается жигули мне кажется я когда пробовал то есть перед записью как это вообще работать чтобы потом тебе показать кстати да сюжет я тоже показывал на канале если вдруг не смотрел можешь сюжет тоже посмотреть смотри где-то здесь рядом вот вот это место здесь написано сбыт крадену не сбыт краден груза вот сбыт краденых авто то есть ставим точку и поехали кстати вот краденый груз насчет вот этого я не знаю я пока не пробовал поэтому не буду пока рассказывать потому что мало ли может быть это нельзя делать ну что едем кстати до заправочки вот как раз на ней можно из ахисти азота заправить на и принципе машину так на этой машине бензин есть поэтому хорошо так не нарушаем его опасная тачка и смотрю она тут рулится еще как рулится просто замечательно так ну что погнали заруливаем и едем прямо сюда так все сейчас прямо потом направо посмотрим сколько нам дадут денег за данную машину не знаю зависит ли тут заработок от того какую машину ты угнал вот это я не знаю может быть есть от этого какой-то прикол ну давай посмотрим здрасте оба и я получу 4250 да все таки наверное есть какая-то разница потому что я брал хотя ну какая разница 4250 этого джигули а я грабил а астон-мартин или как астон-мартин правильно виктор вроде бы который вообще стоит очень дорого и мне за него дали 5000 возможно то есть но может быть отличается разница может быть есть подороже машина не знаю опять так ну что кстати что нам выпало а 90 тысяч так 90 тысяч нам выпало идем откроем следующий кейс и едем дальше так что я хотел что я хотел еще до твои наверное я тебе покажу электро гелик или будешь что хотим хотел электро гелике показать и вот гмб ракет вот самый классный гелик из тех пока которые видел это вот этот гелик насколько я помню это то есть и на сколько я понял так сколько получили внутри насколько я понял этот гелик был она фэйлы и его можно было вытащить из кейса не знаю будем башки или нет но давайте я покажу кстати номера оцени кстати я номера попробул то также выбить и номера довольно таки неплохие выпали кстати это гелик абсолютно столько я на него налепил только номера я попробовал выбить кстати я потратил что-то около 1 миллиона номера но какие попались таки попасть мне кажется хороший мир а много уже заняты так вот но все равно можете купить и набор рынке ну что давай проверим кстати это самый быстрый гелик из всех которые я пробовал кататься есть открывается так вот это самый быстрый гелик из всех которые видят это покажет надо нам не столько гелик и ты не представляешь как он валит то есть он валит что-то больше 340 км в час это стоково есть я оба тюнгую мне кажется это вообще будет что-то с чем-то там дорога у нас уже заканчивается 310 они ей ладно дорога заканчивается на меха что это самый быстрый гелик из-за всех также есть еще электро гелик ну давай на раскрыть в следующей серии покажу это электро гелик но давай где-нибудь здесь припаркуемся но я не знаю напишите опять же в комментариях если вдруг вам нравится видео то напишите в комментариях я думал вам несложно будет но исходить можно писать я вас может видосик добавлю даже в общем есть вдруг вам понравится можете написать в комментариях какую машину мне протюнинговать то есть вот такой прикол то есть напишите какую тачку протягивать какую тачку показать ну и дайте свой отзыв слушай по управлению по всему классная . ну то есть действительно классно управляется да она тяжелая да она скрипит но в этом как раз вести прикол ну потому что там двойной амортизатор и она прям будет скрипит вот смотри давайте покажу я же могу да могу смотри вот здесь вот могу показать и смотри у этой тачки у людей где мои амортизатора зимой амортизатор украли джиги мои амортизаторы а тут не два подожди тут не двойной тут какая-то система амортизаторов суши тут какие-то рычаги прямо суши тут тут вообще что-то по-другому ну да смотри а нет есть вон одна пружина 2 пружина то есть тут два амортизатора еще какие-то рычаги так мы получили 150 тысяч не фигасе какая система ну да это какой-то более новый что гелик или старый наоборот ну круто вы шестиколесный гелик так ну что 150 тысяч выиграли ну что у нас остается еще несколько кейсов давай с тобой откроем их можем принципе а куда я что еще хотел не пока больше идей не был то есть я хотел конечно рыбалку съездить мне рыбалка очень сильно понравилось и да я видел то что люди очень часто обсуждают рыбалку это действительно людям нравится рыбалка и я смотрю нравится быть бандитами ну еще и полиции кстати многих работают кому что нравится еще 30 доната серьезно 30 донат и два раза по 30 доната уже два раза по 30 донатов это очень даже неплохо это означает что я могу еще какие-то кейсы открыть так у нас остается несколько кейсов давай наверное что я кстати вот кроме ну вот этот гелик я показывал уже вездеходный в прошлом видео я не показывал электро гелик давай наверно покажу на электро гелик почему нет только где он так мы получили деньги еще 90 тысяч так открываем что у нас там еще два кейс остается давай их не надо подожди не надо покупать так не надо покупать они у меня есть открываем и побежали за геликом то есть у нас где-то должен быть электрис ерик на сумму в случае слева покажется что мы выпали что нам бы было и в общем гелик да я тоже немножко красный цвет ее покрасил чтобы но не соответствует там где я сейчас на данный момент нахожусь также что еще мне на вашей машине устану круиз-контроль вы можете установить его в тюнинге слушай ну да я здесь поставил диски говорю не тюнинговал я поставил диски и покрасил нижний цвет а в 90 тысяч я купил я купил диски кстати самый элитный который только нашел поставил красный цвет до номера попробую выбить потратил что-то в районе 700 тысяч на номерам кстати если вам интересно тоже система номеров тоже покажу по салону ну что-то с чем-то но ты посмотри какая красота кстати да смотри тут есть смотри есть маленький спидометр вишны экране то есть есть отображение как она про называется проекция на лобовое стекло и смотри в этом лобовом стекле на проекции показывается километры в час и они почему-то я не знаю они почему-то от ну отличаются это конечно ну с моей стороны наверно будет претензии но все же хотелось бы чтобы вот эта проекция показывала правильный километраж потому что видишь там километр в час и видишь они у меня но не сходится весь видишь там мы здесь они не сходятся до был бы прикольный если могли бы синхронизировать было бы очень круто если бы за метраж показывался так . очень крутая я не знаю почему но все машины управляются не за бомбически даже знаешь они даже похоже на реальную жизнь прям очень сильно я утром не нахваливая скажу честно то что Они управляются, ну, блин, мне нравится, серьезно, мне нравится. Я всеми машинами, то есть могу легко управлять, по крайней мере, из тех, которыми я был. То есть я пробую дешевые машины, я пробую Matisse, то есть я на Matisse ездил первые испытания, первые задания. И тоже было очень даже клево. То есть ее никуда не срывает, то есть она хорошо управляет. Да, если ты хочешь подрифтить, ты определенно можешь это сделать. Но скажу так, что электрогелик, он не самый быстрый изо всех, которые я встречал. Ну, и здесь из машин, но, опять же, он не тюнегованный. Поэтому, если вдруг вам интересно посмотреть, как он будет в тюнинге, то есть определенный, если у вас есть деньги, если вдруг вы тут... Нифига, нифига. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть, так не надо делать. Моя машина ее потом, моя машина ее потом чинить надо будет. Ее надо будет потом чинить. И чинить будет довольно-таки дорого стоить. Так вот, без двери, без окон. Все тачки очень крутые. Не знаю, может вы мне напишите в комментариях, какую тачку можно обзорчик сделать. Я думаю, любую тачку смогу раздобыть из всех, которые тут есть. Ну, а также у нас еще есть кейс автомобильный. Это вообще отдельный ролик я сделаю. И будет вообще просто замечательно. Так вот, в принципе, наверное, информация у меня на сегодня, ну, закончена. И с того, что я хотел сделать. Блин, жалко, что полиция не приехала. Я почему-то ожидал, чтобы приедет полиция. Может быть, я попался на квартиру, которую никто не охранял. Ну, вполне возможно. Да, хотелось бы все-таки, чтобы на меня напала полиция. Но мы пока что ушли. Ой, еу, какая красота. Мы ушли. Вау. Мы ушли с тобой от преследования. Здорово. Мы ушли от преследования. Серьезно. Ну, я не знаю. Может быть, из-за того, что мы ночью грабили. Но обычно, я не знаю почему. Вот когда, я не знаю, в следующий раз я буду запись держать всегда на востре. Потому что обычно, когда меня пытаются дограбить, меня просто сразу накрывают. Что тут не было. Ну, ладно. Все равно ролик вышел очень крутой. Я вам все, что хотел. Я вам сказал. Мы классно провели время. Я надеюсь, что после просмотра у тебя осталось хорошее настроение, хорошее впечатление. Заходи играть вместе со мной. Ссылка в описании. На QR-код нажимай. В общем, промокод ART вводи. Его можно будет ввести в телефоне в донате. Либо же при регистрации может быть ввести. И можно будет, ну, ну да, при регистрации и в донате. Все это возможно. Ну что, хорошего тебе дня. Счастья, здоровья, успехов во всем. До следующего видео. Заходи играть вместе со мной. Как говорил, найдешь 100 тысяч донатов. 100 тысяч донатов. А сейчас 100 тысяч донатов. Мне тут самому столько никогда не дадут. 100 тысяч рублей закину тебе прямо на руки. Так, ну все. Промокодик вводи. Все, что хотел. Точно сказал. Ну и на заправочку займ. Кстати, они, тут на обычной заправке заправляются электромашины. Или у них какие-то... А, нет. Вон, наверное, да? А, нет. Вот она электрическая. Ух ты. Так, ну все. Давай заправимся. А, закись азота. Заправить баллон. А, ну это... Подожди, это закись азота. А электричество здесь же заправляется? Подожди, может я ошибаюсь? Нет? Подожди, может какие-то электрозаправки есть специальные? Так. А вот. А, энергия. Да, запас энергии. Все, хорошо. То есть... Нифига. Цена. Цена 7705. Обалдеть. Вот это зарядка, да? Лучше, конечно, дома заряжаться. Так, ну все. А, авто заправляется. Все. Все, ребята. До следующего видео. Пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok.